Палау Крошечное островное государство в западной части Тихого океана. Здесь находится первое в мире убежище для акул, где их спасают от жестокой рыболовецкой деятельности. Рыбаки ловят акул, отрубают им плавники и выбрасывают искалеченные животные в воду. В этих водах все еще промышляют пираты и браконьеры, которых влечет нелегальная рыбная торговля. Идет война. Палау находится в центре морской битвы. Просто отлавливать сюда нарушителей недостаточно. Мы не отпускаем их обратно, чтобы они не могли нанять новую команду, заправиться и обновить снасти, а потом вернуться в Палау за нашей рыбой. Больше мы так не поступаем. Это поединок Давида и Голиафа, который определит, смогут ли остальные страны защитить свои моря. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Великая синяя бездна На юго-западном рифе архипелага Палау, на дайв-сайте, известном как «Синий угол», начинает происходить что-то необычное. Тысячи рогатых занклов собираются и мечут икру. Это случается раз в год. Чаще всего в январе, перед полнолунием. Рогатые занклы – красивые рифовые рыбы. Поэтому, когда они собираются все вместе числом от двух до трех сотен и синхронно двигаются вдоль рифа, взад и вперед это выглядит по-настоящему красивым танцем. Красивый танец, привлекающий хищников. Белоперые рифовые акулы собираются на мелководье. Обычно, когда рыбы собираются метать икру, к ним сразу подбираются хищники. Для них это явный сигнал. Они видят увеличивающееся число рыб, а мы видим увеличивающееся число хищников, как будто кто-то позвал их к обеду. Характерные полосы желтого, белого и черного цветов размывают контуры рогатых занклов, из-за чего хищникам визуально сложно отделить одну рыбу от другой. Это так называемый отвлекающий окрас. Удлиненный белый спинной плавник выглядит в глаза хищников больше. Несмотря на защитные механизмы, рогатые занклы уязвимы в нерест. Лишь некоторые из них переживут атаку хищников в последующие дни. Такая нерестовая агрегация несвойственна даже для Палау, где коралловые сады постоянно поражают невероятными видами морской жизни. Палау – архипелаг более чем из двухсот островов, растянувшийся по Западному Тихому океану, в 1600 километрах к востоку от Филиппин. Острова окружают сотни километров Голубого океана. На планете очень мало настолько отдаленных территорий. Около 20 тысяч жителей разбросаны всего по нескольким островам. Большинство живет в Корроре, главном центре коммерции. Общий размер страны – менее 500 квадратных километров. Меньше, чем Чикаго. Из-за очень малого числа грязных производств воды Палау кристально чистые. Более половины ее ВВП приходится на туризм. Одно из самых популярных направлений – скалистые острова, древние останки коралловых рифов, высеченные морем и укрытые нетронутыми изумрудными джунглями. Но самое интересное находится под искрящимися лагунами. Одна из самых богатых в мире рифовых экосистем. Дом для более чем 1500 видов рыб. 500 видов кораллов. И более 100 видов акул и скатов. На рифах Палау проживает больше рыб, кораллов и других беспозвоночных на квадратный километр, чем где-либо еще на планете. Это настоящий морской заповедник. Как видно из окружения, вы попали в очень красивое место. Здесь потрясающе чистая вода, потому что ближайший остров примерно в 1100 километров. Это Филиппины. Попасть сюда, в отличие от всего остального мира, отнюдь непросто. Так что туризм у нас не самый развитый. С какими-нибудь Багамами не сравнить. Мы можем предложить дайвинг в чистейших водах, наблюдение за морской жизнью и почти полное отсутствие соседей. Огромный косяк синеполосатых цезиев накрывает риф, питаясь зоопланктоном. В Палау сходятся три главных океанских течения, влекущих сюда животных из Индийского и Тихого океанов. Но главная причина разнообразия — геология морского дна. Палау располагается на вершине подводной горы, сформировавшейся 70 миллионов лет назад. В результате появились красивые хребты по обе стороны Палау, а еще глубокие впадины и невероятная геология океана. Холодные и богатые питательными веществами воды поднимаются из глубины и стимулируют высокую продуктивность коралловых рифов. Все это привлекает морских животных. Отсюда большие стаи рыб, разнообразие акул и пелагическая рыба. Практически при каждом погружении вы сможете увидеть акулу, а в зависимости от времени суток и месяца их порой можно наблюдать на дайв-сайтах сотнями. Но этот рай для хищников когда-то был местом их гибели. К середине 80-х охота на акул в Палау достигла своего пика, подстегиваемая растущим спросом на суп из акульих плавников, в некоторых азиатских странах считающейся признаком богатства. Многие годы в этих водах безнаказанно промышляли браконьеры. Промысел акульих плавников жестокая рыболовецкая практика, появившаяся из-за высокого спроса на суп из плавников. Рыбаки ловят акул, отрубают им плавники, а остатки часто еще живых акул выбрасывают в воду. Без плавников они вскоре погибают. Браконьеры оставляют искалеченные животные умирать в океане. Промысел плавников продолжался десятилетиями. Пока в 2009 году правительство Палауни начало действовать. Здесь был создан один из первых акульих заповедников, и ловля акул в этих водах была запрещена. Размер заповедника составляет почти 600 тысяч квадратных километров. Это примерно территория Франции. Сегодня акулы привлекают туристов со всего мира, подпитывающих экономику Палау. Множество дайверов приезжают сюда из-за акул, поэтому правительство решило их защищать. Это не только помогает экологии, но и оздоравливает экономику Палау. В 2012 году исследователи выяснили стоимость акульей популяции Палау. Живая акула приносит туризму более 170 тысяч долларов ежегодно, или почти 2 миллиона в течение жизни. Мертвую акулу можно купить в порту примерно за 100 долларов. И эти деньги зачастую оседают в карманах браконьеров-иностранцев. За один год живая акула может дать экономике Палау в тысячу раз больше, чем мертвая. Живые акулы приносят экономике 18 миллионов долларов ежегодно. Это 8% ВВП Палау. Цифры просто несравнимые. Рыбаки зарабатывали бы гораздо больше, продавая рыбу дайверам, которые приехали смотреть на акул, нежели ловя самих акул. Живые акулы прибыльный и возобновляемый источник доходов для новых поколений. Но запрет охоты на акул был потенциально опасным решением. Он мог повлиять на прибыльную спортивно-рыболовную торговлю с Азией. Итогом стал подъем экотуризма, когда дайверы хотят узнать акул поближе. В результате количество гостей Палау растет с каждым днем. В последние несколько лет исследователи заметили изменения в этих водах. Популяция акул перестала уменьшаться. В этих водах они процветают, акулы как сверххищники играют важнейшую роль в здоровье океанов. Акулы питаются рационально. Они охотятся на медленных, больных и слабых рыб, предотвращая распространение опасных заболеваний. Охотясь на слабых рыб, акулы усиливают генофонд своей добычи. Поскольку самые крупные и здоровые особи обычно и самые фертильные, итогом становится увеличение числа здоровых рыб. Кроме того, акулы в целом контролируют популяцию рыб. Если количество больших акул начнет уменьшаться, эффект будет разрушительным. Популяция других рыб станет слишком большой, и хрупкий баланс океанской пищевой цепочки нарушится. Акулы созданы для того, чтобы контролировать популяцию других рыб. Это результат 450 миллионов лет эволюции. Небольшие органы на мордах акул называются ампулами. Они улавливают электрические импульсы других существ. А торпедообразные тела позволяют им быстро плавать, преследуя добычу. в культуре палау акула означает смелость и силу. палау их изображения часто украшают традиционные места сбора на палау, называемые баис. Морской исследователь Майя Сантанджело собирает данные для текущего исследования популяции акул палау. Итак, три, два, один. Мы занимаемся изучением отдельных акул. Какое их количество, какого они размера, пола, любые особенности поведения, как на них влияет количество дайверов и изменения окружающей среды, например, температуры или течения. Мы надеемся, что сможем накопить достаточно данных и наблюдать за популяциями акул продолжительное время. Палау – важнейшее место для сохранения видов, защищенный процветающий заповедник. Каждый год по всему миру убивают примерно 100 миллионов акул. Из-за того, что они долго растут и производят на свет мало детенышей, акулам угрожает перелов. Одна треть видов океанских акул находится на грани вымирания. Собранные здесь данные могут вдохновить на создание других акульих заповедников по всему миру. Сегодня на этом месте мы видели большую группу серых рифовых акул, не одну или две. Тут были большие группы. Чаще всего мы видим их патрулирующими воды. Это знак того, что серые рифовые акулы находятся на своей территории. Эти серые рифовые акулы установили с белопёрными акулами товарищеские отношения. Белопёрые держатся поближе к мелководью. Там они охотятся, протискивая свои гибкие тела в трещины рифа. Серые рифовые акулы углубляются гораздо дальше. Их средняя длина составляет менее двух метров, и в этих водах они далеко не самые крупные рыбы. Но собираясь в стае, они отбивают и более крупных акул, например, у молотов, охоту заплывать на их территорию. Дальних родственников акул, морских дьяволов, можно отличить по уникальным отметкам на брюхе. Но отдельных акул описать гораздо труднее. Такие черты, как шрамы от спаривания у самок, помогают исследователям отличать одних акул от других и описывать их сезонное поведение. Если мы замечаем у множества акул шрамы от спаривания, то понимаем, что наступило то время, когда они размножаются. Так мы можем просчитать, через сколько месяцев будем наблюдать большое количество подросшего молодняка. Самое важное в дайвинге с настолько удивительными животными помнить, что мы на их территории. Нужно уважать их границы. Памятуя о том, что акулы сверххищники, дайвинг с ними можно сравнить с прогулкой по Африке в окружении львов. Нужно уважать их держаться на расстоянии. Если мы расслабимся и будем глазеть по сторонам, им станет любопытно и они к нам приблизятся. пол Коллинз, работающий в Палау гидом для дайверов и морским исследователем, погружался более пяти тысяч раз. Большинство из погружений я провел с акулами и ни разу не оказывался в ситуации, когда нужно было бы покинуть воду. Конечно, вы на их территории, в их власти. Люди считают акул охотниками, и убийцами. Но это не так. Мощные течения, которые делают эти воды идеальными для акул, могут осложнить погружение. Чтобы иметь возможность спокойно понаблюдать за акулами, дайверы и исследователи цепляются за риф и не борются с течением. Вместо того, чтобы торчать в одном и том же месте, борясь с течением, мы используем крюк. Цепляемся за риф, что позволяет расслабиться и спокойно наблюдать за акулами. Находясь не на самом рифе, а под углом в 45 градусов к нему, мы можем сесть, расслабиться, сохранить кислород и энергию и наблюдать за происходящим. С декабря по март тут проходят зрелищные сезонные шоу. Перед каждым полнолунием определенные виды рыб собираются на нерест. Это их единственная возможность размножаться каждый год. В зависимости от вида и времени года, число особей варьируется от сотен до тысяч. Обычно нерест начинается с того, что рыба каждый сезон собирается в одном и том же месте. У этих рогатых занклов пик сезона приходится на январь и февраль. Зачастую рыбы собираются за несколько дней до нереста. Они устраиваются у внешнего края рифа, в точке, откуда течение унесет их икру в открытый океан и подальше от хищников, наблюдающих за рифом. Нерест происходит во время отлива. А когда волны становятся сильнее всего, за несколько дней до полнолуния. Нерест рогатых занклов проходит в Пелагеале. Раз в год они мечут икру в прибрежные воды, откуда течение несут оплодотворенные яйцеклетки в открытые воды. Процесс нереста этих рыб ни разу не был заснят. Белоперые рифовые акулы передвигаются стаями и угрожают рыбам. Эти акулы приплыли на риф издалека, чтобы полакомиться нерестовой агрегацией. Один из самых удивительных фактов о нерестовых агрегациях, они привлекают множество акул. Хищники знают, что на рифе множество рыб, пригодных в пище, и пользуются этим. Косяк — один из способов рыб защититься от возможных нападений. Численный перевес помогает. Когда хищник атакует косяк, маловероятно, что какая-то рыба станет добычей. Рыба на внешнем крае косяка действует в качестве дозорного, чтобы защитить оставшуюся группу. Обычно хищников, подплывающих к агрегации или косяку рыб, дезориентирует их синхронные движения, поэтому они наблюдают какое-то время в поисках более медленных или слабых особей, или даже целых групп, чтобы напасть на них. На восточном конце архипелага, в отдаленной части рифа, тысячи берексов поднимаются с глубины на нерест во время отлива. Они остаются здесь на четыре дня. Если вы окажетесь здесь за пять дней до полнолуния, то увидите две-три рыбы. Окажетесь тут на пару дней позже и сможете обнаружить до десяти тысяч. Пол Коллинз более четырех лет изучает лунные циклы и их влияние на нерестовые агрегации в Палау. Он использует акустическую систему измерения, которая фиксирует глубину воды. Данные о трех скоплениях берексов собраны в информационно-географическую систему для создания трехмерной модели каждого из них. Для меня в берексах чрезвычайно интересно то, что они выбрали три разных места с почти одинаковыми параметрами, если говорить о глубине и углах наклона. Это невероятно. То есть, даже несмотря на то, что это в целом идеальная площадка для нереста этого вида, и то, что эти рыбы находились в сотнях километров друг от друга и никогда не взаимодействовали, они выбрали одинаковые места. Это может означать следующее. Во-первых, то, что в ходе эволюции наибольшего успеха достигал нерест именно в таких местах. Может быть, тут яйцеклетки быстрее уносят от берега, и они не привлекают внимание рифовых хищников. Это очень интересный вопрос и область исследования. Когда приходит время нереста, самки и самцы собираются в форме конуса и поднимаются вверх по водяному столбу в 12 метрах от поверхности, где одновременно мечут сперму и яйцеклетки. Сперма оплодотворяет яйцеклетки в воде. Нерест длится всего несколько секунд. Побеждают только самые быстрые и сильные рыбы. Мальки рифовых рыб вылупятся в планктон и будут плавать вместе с течениями недели и даже месяцы. Когда мальки станут достаточно быстрыми, чтобы уплыть от хищников, они вернутся на риф. Сюда приплыло большое количество акул, чтобы перекусить рыбами на нересте. Серая рифовая акула появляется из ниоткуда и нападает на агрегацию. Здесь, на отдаленных коралловых рифах Палау, хищник и добыча ежедневно борются за выживание. Но подобные агрегации сталкиваются и с более страшной угрозой – безрассудным перепромыслом. Нерестовые агрегации собираются в определенное время в определенных местах. Рыболовецкие лодки, преследующие их, безжалостны. Огромные неводы могут разом выловить весь косяк. Популяция снижается, рыбы исчезают. Столетиями выживания жителей Палау зависело от этих рифов. Запасы пищи и постоянный источник рыбы в будущем – это приоритет правительства. В 2014 году эта крошечная страна, которая смело начала защищать акул, сделала еще один шаг к сохранению видов и запретила иностранцам рыбный промысел в своих водах. Теперь Палау – это крупнейший морской заповедник. Участок океана величиной почти с Калифорнию. Есть надежда, что запрет на рыбалку поможет популяции восстановиться после жестокого промысла, который опустошил моря. Рыба Наполеон или губан Маори – лакомая цель для иностранных браконьеров. Это одна из крупнейших рифовых рыб, вырастающая до двух метров и весящая 180 килограммов. В Гонконге и Южном Китае губаны очень ценятся и продаются более чем за 1100 долларов за килограмм. Их популяция уменьшилась на 50% за последние 30 лет. В Палау надеются, что запрет на рыбную ловлю защитит исчезающие виды, прежде чем они перестанут существовать. Но для страны без флота и армии сдерживание браконьерских судов непростая задача. Ремелик 32-метровая патрульная лодка, которую предоставила австралийское правительство. Это главное оружие Палау против нелегальных рыболовов. В любой момент времени воды Палау насчитывают до 50 рыболовецких судов, включая пиратские корабли с нелегальным уловом. Мы задерживали суда, которые нелегально отлавливали тунца, занимались акульим промыслом. Мы обнаруживали от нескольких плавников на одних судах до сотен на других. В последнее время мы задерживали суда, которые приближались к берегу, к самому рифу, и отлавливали морских огурцов и рифовых рыб. Это пугающая тенденция. Жители островов, жители Палау зависят от рифа. Это наши жизненные ресурсы. И всего одно крупное браконьерское судно, разоряющее рифы по ночам, может повлиять на них на долгие годы. Мы находимся на филиппинском рыболовном судне в нашей гавани. Судно было снято рыболовецкое оборудование. Оно уложено в контейнеры на берегу. Рыба была продана или пожертвована на благотворительность. В основном на борту мы нашли желтоперого тунца, более 20 тонн рыбы. Это одна из двух нелегальных филиппинских лодок, задержанных морской полицией Палау в 2015 году. Два судна и 54 человека. Одно из них было отправлено обратно в Филиппины со всеми членами команды. Второе судно было захвачено морской полицией и подлежит продаже. Мы пытаемся защитить наши ресурсы от тех, кто не имеет права или лицензии на промысел в наших водах. Это морской бой. Одна патрульная лодка должна обеспечивать безопасность более чем 500 тысячам квадратных километров океана. Поймать нарушителей за руку очень сложно. Нелегальные рыболовецкие суда проникают в воды Палау, наполняют сети, отплывают в открытое море, где их ждут более крупные корабли. Пираты сгружают нелегальную добычу, запасаются топливом и льдом и снова уплывают. Они становятся все искусней. Я уверен, что у них есть связные здесь и в других местах, которые видят, как отплывает патрульное судно и сообщают об этом пиратам, чтобы те на время ушли из наших вод. И как только патрульное судно входит в гавань, они возвращаются к своим грязным делам. Поэтому с одним патрульным судном не очень просто. морской патруль Палау использует систему слежения, чтобы в запретной зоне Палау наблюдать за легальными и отличать нелегальные рыболовецкие суда, так называемые темные мишени. Когда Ремелик отлавливает пиратскую лодку, на ее борт поднимаются вооруженные офицеры. Если в трюме находят нелегальный улов или плавники акул, патруль производит арест. Если судно захватывают, обыскивают и лишают улова, для хозяина лодки это просто убытки в рыболовной индустрии. Скорее всего, эти цифры просто списываются и считаются нормальным терять в год определенное количество судов. Чтобы предотвратить нелегальную рыбную ловлю в водах Палау, правительство пошло на крайние меры. Один из способов, которым мы пытаемся остановить нелегальный рыбный промысел, сделать так, чтобы компании-владельцу было невыгодно посылать корабль в Палау. В прошлом году после отлова шести вьетнамских судов на наших рифах мы приняли решение удалить с них все опасные и токсичные материалы, все топливо, а затем сжечь их в открытом море, чтобы продемонстрировать нашу силу и заявить, что мы больше не потерпим браконьерства в наших водах. Мы не отправим их назад, чтобы они не смогли набрать новую команду, заправиться и заменить оборудование, а потом снова вернуться в Палау за нашей рыбой. Мы сжигаем суда в море, максимально снижая влияние на окружающую среду и заявляя на все международное сообщество об этой огромной проблеме. Мы больше этого не потерпим. Или вы с нами, или вот что вам грозит. На кону очень многое. Палау нужно защищать интересы своих рыбаков и девственные рифы, хранящие природные чудеса. на дайв сайте Синий угол крутая коралловая стена переполнена жизнью. Большой косяк черноперых барракут, более чем сто особей, идет по течению. Барракуды опасные хищники. Они захватывают свою цель двумя рядами бритвенно-острых зубов, которые разрывают рыб на мелкие кусочки для легкого переваривания. Эта эффективная техника служит им на отлично последние 50 миллионов лет. Обнаружить себя в косяке барракуд довольно пугающий опыт. Это крупные рыбы длиной до метра. Это косяк полный хищников. Несмотря на то, что они сами опасные хищники, барракуды плавают косяками, чтобы защититься от других хищников. В море всегда есть рыба покрупнее. На этом коралловом рифе серые акулы охотятся на барракуд. Но акулам на синем углу лучше подумать дважды, прежде чем напасть на одинокую большую барракуду. В отличие от остальных барракуд, это сверх хищники. Их длина достигает двух метров, вес 45 килограммов, а скорость 55 километров в час. У этого существа тут мало врагов. Очень быстрая и изящная рыба. Настоящий хищник, так что посмотреть на него было приятно. Я буквально мог пересчитать его зубы. Удивительно, какие они огромные. Чудесное животное, которое мы встречаем не так часто. Большая барракуда приплыла в синий угол с единственной целью. почиститься. Барракуды приплывают сюда, останавливаются в воде, открывают рот как можно шире и позволяют губанам-чистильщикам заплывать внутрь, в жабры, вдоль всего тела и подбирать паразитов. Губаны-чистильщики поддерживают здоровье других рыб, убирают паразитов. Это излюбленные места для удивительных крупных скатов Палау, второй самой крупной рыбы в океане. Но на рифе есть и другие скаты. Мраморный скат и скат хвостокол, отдыхающий на песчаном дне. Сегодня мы увидели, как один скат по мере нашего приближения приподнял морду, самый кончик тела, буквально на 8-10 сантиметров, но это был предупреждающий сигнал. Так он говорит, что вы ему не нравитесь. А еще так можно понять, что скат сейчас уплывет. Именно это он и сделал, когда заметил нас. Поднял морду, всплыл со дна, развернулся и исчез в синеве. Очень красиво. От удивительных скатов и невообразимых коралловых рифов к зрелищному нересту и завораживающим косякам рыб. Палау это дом для одной из самых захватывающих подводных экосистем на планете. Это настоящее морское убежище. Место, где океанские сверххищники защищены от жестокого рыбного промысла. Самым важным в превращении Палау в первый акулий заповедник было то, что так мы подали пример всему миру. Было чрезвычайно важно начать развитие других морских заповедников. И другие страны последовали нашему примеру. Например, Мальдивы, Гондурас, Багама теперь тоже содержат акульи заповедники. Палау сыграл важнейшую роль, став лидером развития акульих заповедников на планете. Это место, где акулы неразрывно связаны с культурой, а захватывающие подводные прогулки проходят на их условиях. Мы видим этих животных в естественной среде обитания. Нам не нужно устраивать кормление, использовать специальные клетки или приманивать акул лакомством. Мы видим их такими, какие они есть, и акулы к нам привыкли. Это удивительные существа. Чем больше времени мы, дайверы, проводим в воде вместе с ними, тем больше проникаемся к ним уважением. Мы поняли, почему они так важны для экосистемы, почему они должны здесь быть, и почему нужно их защищать. Они поддерживают здоровье океана. Лучший выбор дайвера — погружение в морском заповеднике. Так мы не только признаем экологическую значимость акул, но и продвигаем идею того, что местное сообщество решило защищать акул, а не охотиться на них. В Палау начинает развиваться туризм. Для экономики это отлично. Нам нужно соблюдать баланс с учетом влияния на риф. Может быть, регулировать его и прививать гидам, которые становятся для туристов ролевыми моделями, идею о том, что это нетронутая среда, ее необходимо сохранить в первозданном виде. и что гиды это хранители подводного мира Палау. Это все равно, что отправиться в заповедник. Вы не будете разбрасывать там мусор, потому что цените то место, где находитесь. Этот отдаленный Тихоокеанский остров вовлечен в настоящую схватку Давида и Голиафа против могущественных и незаконных сил, и она без сомнений будет продолжаться. Для защиты наших вод очень важна работа патрульной лодки, но нам нужно увеличить радиус, потому что площадь огромная. Одной лодки на такое расстояние мало. Несмотря на преграды, Палау не отступится и продолжит защищать свой риф от нападений приезжих браконьеров. Успешность самозащиты Палау определит будущее этого островного рая. Крошечная страна, ведущая в вопросе охраны акул, запретившая иностранцам рыбную ловлю и подарившая исчезающим видам шанс, погибнет без океана. Это залог нашего выживания. Каждый день рыбаки отправляются в море, чтобы прокормить семьи. Островитяне по своей сути связаны с океаном. Он определяет нас, поддерживает, делает нас теми, кто мы есть. И нападение на него является нападением на наш образ жизни. Ведь это и есть мы. и без океана нас не станет. «Океан» «Океан» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok